Здравствуйте, я тебя на счастье представлюсь. Меня зовут Апчетов Алексей. Лиза, Андрей. Всем добрый вечер, дякую, что собрались на следующем году и желаю, что у нас есть. Сегодня у нас черповый менеджер между Хэй Мабуру и Марситиманц. У нас есть партнерный Хэй Бам и Мабуру и Марситиманц. Учредили мы из съемного кастыщика, с флотной партией, с акселератором. Это уже наш третий ревент. В пятницу еще поднимутся, скорее всего, в Камараде. Мы будем поступать. Я вам покажу, и сейчас мы будем вернуть. Мы идем по плане, да. И в этот месяц мы будем закончить 4-6 млн. Войны Акатона. Терматура Смарт Сити. Акатон. Першиню, как самому дипломатис. Еще, как он, например, визит. Я их показывал качество. Такие уникальные темы. Популярные. В этой выходе мы владели Евгей Майдок Акатон. И спочатку мы не сподевались, что будет великой крупной сетей. То есть там 5C проекта. К рынку идею было колядок 5C. А проекта будущего началось до финала 20% проекта. Больше всего, чем дается вам. Таким, как бы специализованным. Популярные. Подписывайтесь на мой канал. Сегодня наши два выступления на улице, три спикера. Вешать по щенку Алексея. Ученика Алексеев, что есть шутка с Марситей. Это Марситей Горитий. Пытание по ходу сдавать. Да. Формат у нас неформальный. Все просто. Все открыто. Я хочу включать. Светлана Алексеев. Здравствуйте. Я вот учеников полицей, то есть те, кто кликал на мою страничку в Фейсбуке, так получилось, что я дал контакты, ну, не негр из фильма «Чужинка», который там изображен на Батаре. Вот, то есть, ну, это был вопрос относительно того, что интересно, приватно, что существует на современном мире, в городском пространстве. Я окончил магистратуру в ЕГУ, преподавал в Европейском иммунитарном инститете в Вене-Сиене. В Smart City я занимаюсь уже два года, являюсь ведомором сайта ЕГО.БАЙ. В этом году мы выпускали уже в рамках городских тактик «Борник», посвященном Smart City. Также еще с ключи с сайтом Digital Urban Studies, там пока текстов нету еще, но сайт интересный. Я так не могу представить человека, который работает на этом сайте, то есть, пока нас договорен с людьми из лаборатории урбанистики ЕГУ и Большей школы экономики в Москве, в плане работы этого сайта, то есть, он будет развиваться, ну, я буду, чтобы как-то следите за работой этого сайта, там была ссылка на него. И я расскажу, что такое Smart City, как этот, сейчас буду взяться в концерт, чем мы так много о нем говорим, и вообще, что это о нем так многое открывает. Сначала нужно, наверное, найти, дать какое-то определение Smart City. Может быть, у меня есть микрофон, если я послышно? Лучше микрофон, лучше в микрофон, да? Да, это что, в Рашане, не особо привычно. В нулевых годах появляются различные проекты, которые в социологии, которые занимаются исследованием новых форм городов. Они формируют различные представления и понятия городов. Там возникают Digital Cities, Intellectual Cities, WebD Cities, Knowledge Cities и так далее. В то же время, в 2008 году, компания IBM начинает тоже, с другой стороны, уже движение в отношении Smart City, связанное с тем, что IBM продает свои производства компьютеров для нового, и сейчас занимается уже видно IT. И начиная где-то с 2002-2003 года, пик активности приходится в 2007-2008 году, сейчас таки возникает, формируется диск в Smart City каковое, в научной среде. То есть определение даст Smart City точное определение сложно, достаточно. Там вот Татьяна, одна из которых я работал, там собрано 21-е деление различных авторов из Smart City, совершенно различные определения, сами посвятиваются. Но еще проблема была в том, что нужно было бы выделить часть, почему не Smart City, почему не Digital, или еще какие-то другие вещи. В конце концов, вот я представил три, наверное, ключевых пункта, которые можно показать, что они определяют Smart City. Первый пункт – использование небольших объемов информации, собранных, которые работали с помощью осуществления технологии, цены оптимизации организации городской среды. То есть, изначально я работал с этим понятием, но оно, в моей переписке с коллегами, оказалось совсем верным. По той причине? Потому что не учитывая расстройство реактивного класса, реактивного общества. Именно в Smart City оценка делается на то, что существуют еще люди. То есть Smart City – это не просто техническая составляет работа с технологиями, не только угрыбление современной технологии по российскому языку, но это еще именно создание пространства для образования, комфортного существования креативного сообщества, креативных сообществ. Для меня самого слова креативное сообщество такое значительно сложное, но оно часто использует. Здесь имеется в виду, что Smart City будут очень креативные люди. То есть люди, которые будут заниматься исключительно какими-то творческими, создающими, какими-то творческими проектами. Это еще потом я покажу на примере других группных городков, которые сейчас создают как Smart City. И одно из таких целей Smart City, которые распространятся в одного раза, в том, что это конкретные проекты, которые будут объединять людей и создавать отношения, которые поднекрестки будут сформировать дискорс Smart City. Получилось так, что эти понятия, сейчас мы и работаем многие с понятиями Topping City, с топическими городами, они так много отношили в сторону, и все заговорили в Smart City. В Smart City платил себе все темы, связанные с технологией, связанные с пространствами и так далее. Ну, еще один акцент, который делают постоянно группор корпорации, IBM, CISC, 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 это, наверное, самые крупные такие игроки на поле Smart City, это то, что города должны организовываться таким образом, чтобы способствовать экономическому розыску. То есть, с чем это связано, это связано с тем, что IBM позиционировал Smart City именно как возможность выбирать из экономического бизнеса, зачем именно новую, ну, для американцев, то есть, представьте нам, они пережили великую дефрессию в начале 19-го, в позаповье, как в 50-е годы, в начале 21-го века у них это не гадает бизнес, можно что-то делать. И вот один из таких спасительных вариантов, которые мы нашли, это краски Smart City. Но активно развивать Smart City начали... Так, есть вопросы по определению? Активно развивать Smart City начали не американцы, начали корейцы, и радуют. И вот чаще всего, когда говорят идеальную Smart City, то называют Самедо и Мазда, самые интересные такие штуки. Самедо – это корейский город, по презентации, которую я делал и вот здесь раньше, он тоже в 15-м. Очень показательное такое для корейцев. Мазда – это проект уже арабский, но планируется IT-м. Вот так считается, это португальский проект. В чем особенность этих городов? Это города, которые строятся с нуля. Ничего там не было. Сразу же начинается строительство Smart City. Умных городов. Никаких проблем нет с местными седениями. Похоже, в России будет указано. Быти для кого-то в собственности. Сказали, там будет строиться Smart City. Казана Smart City. Все началось, там уже пошел распыль в Казани. Финансовое отношение на Smart City. А Стану не так строили? Стану не так строили. Я не знаю. Не называю, в самом деле, Smart City. Я, когда работал с казахскими людьми, у них очень интересно общая отношение к Smart City. Похоже, это не как в Беларуси. Отхоже, я скажу об этом. Вроде, я остаюсь строили как город простых новых городов. Не было акцента на том, что это Путин Smart City. Не использовались определенные акценты. Но для меня еще это связано с тем, что не будем вести себя Пентом, Сиску и Сименс. Там уже за счет казах. Все это справляется. И превращение в Smart City. В Барселоне, Нью-Йорк, Интертам, Стокгольн. Можете зайти, кто занимается стартапами, на сайт «Вести просто Барселона», Smart City. Там сразу же выйти на страничку стартапов Барселоны. Там очень много проектов различных, которые делались в Барселоне. Именно для того, чтобы этот город стал более умным, более приспособленным для жизни современного человека. Современный человек – это человек, который постоянно находится, который непосредственно спаян с технологией. Ему нужно эти технологии использовать. Технологии должны быть полезны и так далее. Проблема превращения в Smart City в традиционных городах для социологии сегодня является наиболее существенной. Потому что в Америке там не так позитивно. Это сама идея создания Smart City. Я только там немножко расскажу. И в первую очередь, самотвержден с этим, что там устроили Smart City на пустом месте. То есть там вот так достаточно много. Там их трансформируют. И возникают там вопросы, у них часто, как бы, а может быть, смарт-сити как действующий средний мир. Характеристики смарт-сити. То есть, что такое смарт-сити? В 2007 году, это было очень давно, я не знаю, при чем это, если бы и не повторялось, но в 2007 году в Венской технологической инвестиции выпутал определенные характеристики для того, чтобы определить, какой город является смарт. именно. Эти характеристики, они пошли от четырех основных комплексов, которые предложил Питтингер, который занимал, как раз таки, лабораторию Венского узнавающего университета. И он ввел четыре понятия. Один по себе education, participation, и технициал for search. И, по-моему, я говорю на английском, чтобы сохранить контекст, возможно, если вы можете его подождать, то я могу перейти немного по-другому. И итальянские специалисты, то я думаю, что он был базовым. А, с этих четырех понятий, вот используются шесть характеристик смарт-сити. Их обычно сейчас используют почти все. С 2008 года, по-моему, насколько я видел, мало что изменилось в плане исследования города на его смарт-свость. Это умная экономика, умная мобильность, умные окружающие цвета, умные люди, умный стиль жизни, умное управление. Это, получается, устойчивое развитие, полезность действий. Умные люди, умные люди, это 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 устойчивое развитие, это полезность действий. Умные люди, это образованность, умная жизнь, ну, в общем, это видимо. Эти определения, под них еще социологи сделали 30 парков совместных химическим университетом, под которыми сделали 740 камера, и начали исследоваться европейские города. Причем делали очень умные. Я думаю, что такой умный код до сих пор многие не доценили. Они неправильно крупные города. Причем проблема у нас таких крупных городов, потому что мы не можем сказать, что Минск является смарт-сити, потому что это очень большой город. в принципе они брали города по населению соответствующему Минску. То есть там вообще 2 миллиона планируется по новому плану выживание в Минске. Тем не менее, такие города поселон в Минске они не настолько гомогенные, они не настолько однородные, поэтому получается, что есть какие-то пространства, которые будут комфортно себя чувствовать люди, связанные с антикультурой, и есть пространства, которые они будут чувствовать совсем не готовы. Поэтому они взяли небольшие городамы, первое место у них получило максимум по исследованию, по уровню жизни. Ну, по уровню, уровню соответствуют аскетинг-кортерии. Смотрите. И после 2007 года, честно говоря, я не видел, что были вот здесь какие-то исследования. По-моему, они как-то так перестали их делать. Есть сейчас какие-то определения, характеристики, требования, которые убегают различные фанты. Ну, по-моему, сейчас я скажу, как звали человек, который делал эту презентацию, которую я делал, Валерий. Ну, не важно. В общем, он говорит, как с кем, еврокомиссия, но там просто немножко, в принципе, я знаю, немножко подробно, там есть вот такие конструкции, которые финансируют развитие смарт-сити. Потому что поселок, например, это тоже не проект чисто муниципалитета. Это очень много финансов, куда вложила компания СИСНО. И вот роль корпорации фонд развития смарт-сити смарт-сити, смарт-сити, смарт-фол, и так далее. они сейчас надежда БМ. БМ постоянно говорит о том, что смарт-сити это города, которые мы будем строить для того, чтобы в случае экономического кризиса можно было и более с него быть. То есть для них вот именно этот акцент играет очень важный рост. то есть если мы представляем, что для нас умные города это города, которые гориентируют в первую очередь учиться на граждан, то для корпорации там есть три игрока. То есть это граждане, это бизнес-компании, очень много финансирования фондов и это муниципалитет. То есть муниципалитет получает посредник между компаниями, которые финансируют проекты, и гражданами, которые какие-то эти проекты получают. Это всегда понятно, насколько это им нужно, потому что в одной из статей, которую я читал в Google Луис, там приехал человек из Bloomberg из фондов. в Америке приехал человек посмотрел данные, посмотрел данные, вот мы рассчитали, мы получили данные, мы работали, КОПРА. И люди, которые работали, в муниципалитете говорят, в принципе, не то, что показали для нас ничего нового не является, вы просто стали таким образом. И мы не понимаем, на самом деле, звонок из его Smart City. Поэтому стоит исключить, что Smart City как проект внедряется пакентами, которые используют его. это люди, которые говорят, что это люди, которые занимают эти технологии, и это корпорации. Например, компания, которые финансируют с Smart City IBM, Cisco, Siemens, Worker Innovation пар пишет Smart City . Если я приду, например, житель Барселоны или Твердина, он не даст вопрос, что это стоит. Это первая очередь создание разработчиков для работников IT-компаний, и это очень удобная подкома для зрителей стартапов. Стартапов очень много, и именно в Smart City стартапы могут себя реализовать. Например, для Барселона стартапов такой ответственный европейский бизнес. Сказать, что потребности у крупных городов, среди института но у многих городов цены посредства поставок какая-то древности и ярким примером интересным мотивующим развивается тиску Smart City в 2019 году компания инстит делала и назвала его Smart City будет новая новая штука и все проходит год с августа за участие Сергей директор компания ябан потому что ябан опыт негативный клинический компания как называет с полком который занимается всеми этими телами они сказали что у нас есть умная школа умные подъявления и так далее но каждый год эта тема принимает средства массовой информации в 2017 году совеятель программы продавцы программы но они делали опыта с 40 долларов странно по монетике я не знаю даже живут и сейчас там уже строили давно построили по хранению конец в 2015 году вроде бы сказали что китайские партнеры должны прийти в Минск и начать строить умные города в 2016 мы отходили родины в 2016 компания СДИ она нонсировала ряд проектов в том числе Витерскую Слифонову Долину и умную школу те проекты которые выполняли в Минске замок в в в принципе у меня наверное все подводя итоги что это что такое смартитель это в конце созданный нулевых это для того чтобы ограничить для большинства людей представление о развивающихся образах городов чтобы опросы knowledge cities digital cities другие города сконцентрировать внимание на смарт-сити на проблемах взаимодействия технологии и горожан о том как они существуют они действуют этот проект сделал акцент в том что важно не только технологии важны данные но важно еще то что эти данные будут использовать определенные группы людей в принципе это предполагает создание отдельного класса образованных людей эти образованные проекты в Европе сейчас развивается именно повышение уровня образованности там где низкий уровень образованности там не можем говорить мы можем повышать уровень образованности и этот концерт подлежали корпорации поэтому это концерт и поэтому он является рабочим под него можно получить финансирование сделать стартап сделать Smart City и потом развиваться в Минске пока почитаюсь сложным но я думаю в Беларуси пойдут путем скорее всего это будет внедрение технологии такие как умная медицина авиационные карточки все умная школа умная мобильность транспорт изменения причем и в итоге в Минске достаточно развита и является полос происходящее смарт-мобилити потому что там уже существует 5-6 лет партии мэров городов и там очень серьезно по сравнению с Минскими средствами именно смарт-мобилити умным перемещением и моя личная задача смотреть вот тем как будет изглазать проект мастити дальше то есть в ближайшее время вот исследования которые я планирую сюда приду они будут публиковаться на сайте гоутбай медаграмм в котором я являюсь и также они будут туда приходить это исследования связанные с тем как дискурс максит развивается такое постполениальность людей а именно постполениальность да это постполениализм это те общества тех государств в которых существовала определенная доминирующая модель мы помним заимвемперской моделью которая потом исчезает и которая возникает необходимо создание какого-то дискурса нарратива с нуля и И достаточно много исследований в этом плане связано с Индией, потому что в Индии сейчас бум смарт-сити, и нам очень активно занимаются изучением этих умных городов, которые в Индии существуют. Там уже на базе существующего города будут создаваться пространства, в которых будут интернет, в которых будут удобные транспортные доставки, то есть экологически благоприятные пространства, заправка для теста КАР и так далее. Интересно, как это будет заниматься, как это будет заниматься Беларусь. Еще пару слов я расскажу про Россию и Казахстан. В России отношение к смарт-сити достаточно сообразно. Есть проект Казахстан-сити, он финансируется рядом исламских фондов тоже. Есть спорты, достаточно спорты. Силиконовая долина, в которой существуют спорты. Которая в принципе организована как путь в городе автомат-сити. Там тоже смарт-сити, там тоже удобный интернет, но все-то есть, где-то не попросту. Но в отношении самих компетентов, вопросов, которые возникают в большинстве городов, они тоже начинают насосовать. Муниципалитет, потому что исследования, с которыми я сталкивался, это как организовать транспорт через Москву на меньшей затратности. Чтобы не было людям, которые можно было отвергать с точки А, с точки Б, находиться на удаленности, нужно было потратить в можно меньше времени. Ну и там муниципалитет сказал, что мы будем основывать эту проблему, но неизвестно, как она будет развиваться дальше. Ну и последнее, что я скажу тогда еще. Есть в многих текстах, которые связаны со смарт-сити. Такое основное распространение на хард и софт, смарт-сити, в принципе. Под хардом произвивается как раз таки все материальное мероприятие, архитектура, и дороги, и даже, в принципе, те же самые какие-то центры по распространению интернета. А под фондом произвиваются как раз таки уже люди, решения, институты, которые используют хард. Я скажу, что если будет стабильность в текстах книг, то есть предъявление карты високов, то учтите это. И, наверное, все. Есть вопросы? Правильно понимаешь, что в ближайшее время не сам стать умным городом, а только внедрять эти умные вещи? Моя позиция такая, что умным городом единственный не сможет стать, умным городом не сможет стать Барселоной. Очень сложно создать умный город не с нуля. Потому что сейчас они будут существовать... Это не настолько многенная среда, настолько однородная среда. Будут существовать какие-то воркоды, в которых все-таки будет сложно полностью реализоваться программ. Я думаю, что в институте тоже будет поддерживать. Потому что уже сейчас, сегодня, по-моему, принимался план городского городского проекта. И, в принципе, там тоже очень много вопросов в отношении МТО, как они начинают интегрировать в те же самые смарт-цитики. Тяжелые районы. Как мы говорим, да, там, завтра, в которых, когда сталкиваются с проблемами, это раз. С другой стороны, как будут интегрировать смарт-цитики в более старые районки, и в более высокие уровни людей с низкой IT-образованностью. Потому что для идеального и нового города необходимо, чтобы человек имел пользу на смарт-цом, он не знал, зачем пользоваться смарт-цомом. Он не только имел пользоваться предложениями, он сам предлагает какие-то варианты предложения для смарт-цитики. И чтобы занимать малосерку. Это была действительно смертная подделка для людей более позднего возраста. То есть в Барселоне, например, там есть такой проект, который инвидирует поживых людей. Ну, вообще, интересно то, что, по счёту, что президентами, в принципе, то, что в России очень часто развиваются какие-то хорошие или новые проекты, которые живут в трех-четырех программах разных, это взаимодействие с соседями. То есть я заметил, что очень сложно бывает даже с ними просто отсказывать. И в Барселоне, это очень разная система. У нас, по-моему, на сайте, как раз, есть статья о совместной экономике, коллаборативной экономике, в общем. То есть в том, что если мне нужно ответить, то у меня её нет. То я могу в рамках какой-то небольшой социальной сети второго квартала узнать, что его есть нет, и обратиться к этому человеку, который может быть, может быть, донеси меня туда. В Вильнюсе, например, там интересный проект развивался тоже как бы ответственный смарт-систик. Это были созданы оранжевые велосипеды, которые достаточно дорого стоило использованием, но затем была создана такая шейминговая система велосипедов, использованием велосипедов уже более дешёвая, практически для расплаты. То есть нужно было использовать вот такой код смс-кой и вкрулить до этого велосипеда. То есть вот такая проекта, мне кажется, что они конкуртивны, как бы они должны идти в спорте. Смарт-сети, как раз, нечто новое. Ну, не думаю, что традиционные города абсолютно не смогут посмотреть в полную такую новую смарт-сети. Есть у вас еще какие-нибудь? Да. Да. То есть вообще тема интересна, понять, почему мы будем смарт-сети. Скажите, а как со мной будем пообщаться и, я скажу, смарт-сети? Ну, я занимаюсь исследованием серии. То есть вот у меня, может быть, это не просто, но я прочту. И либо так просто, может, надо общаться. Ну, то есть я занимаюсь исследованием серии. То есть я не нахожу на нуты для того, чтобы как-то стартарм то есть мы будем использовать. Нет, в смысле нет. Но, может быть, какая-то реальная поддержка, а по отношению каких-то статей? То есть, да. То есть в отношении статей, то есть, по-моему, мы этим смотрим. То есть мы тоже, потому что это сейчас целый ряд постучел нас планировать. Потому что такая тоже интересная тема, которая возникает в отношении этих фунгов городов. И, во-первых, это случается. Универсальные технологии, они становятся тотальными. Возникает вопрос к приватности. Существует приватность или нет? Ну, я в этом где-то, потому что, когда мой аккаунт, который мне общается с людьми, выяснил качество меня, я буду делать презентацию. Ну, приватность уже нарушается. Ну, в принципе, смотрите, дело, потому что мы отказались от того, чтобы допускалась разница между приватностью и публичностю. Мы должны быть готовы к, может быть, открытой ситуации. У нас не кончилось с открытым. Есть такая вещь в Перископ. То есть, как раз таки она и для этих тренеров, что приватность в этом мире исчезает. Внимание там СМИ к смарт-сити? Ну, СМИ. То есть, тут все это очень интересное говорится. То есть, СМИ каких? Ну, в Беларуси, у нас было очень интересное отношение в Минске к смарт-сити. То есть, у нас, в принципе, есть полгода такая, дать на полгода, если бы она, в принципе. Ну, я уже такой. Потому что, мое подобщение заключается в том, что они особо не идут для него. Они освещают время от времени. То есть, раз в год, это, сколько прибрасывается. Я думаю, что смарт-сити. Минск – это смарт-сити. Ну, полная. То есть, у нас вот есть проект. Ну, давайте, ну, сделаем там Cisco, IP. Мы их ждем. Вот. В Европе, то есть, ну, есть очень много, конечно, таких. Вот есть такие поиски и цент-сити, как там. 10 самых больших смарт-сити, 10 самых известных смарт-сити в мире, например. То есть, опять-таки, есть опасные критерии. То есть, в 2000 году Беларуси смог изучить определенную группу городов, но они сразу сказали, что им нельзя брать в таких городах Барселона, Токио и Нью-Йорк, и говорить, что, наверное, это не более смарт-сити или менее смарт-сити. Это не настолько нормальное иностранство. В Нью-Йорке есть зона, где нет грамм. И где он не может быть совершенно. Но, конечно, интерес в каком есть. И во многом это интересы поддерживают еще и компании, и в СИСКО, и в СИСКО, и в СИСКО. И люди, которые занимают исследование. То есть, я пишу статью. То есть, я пишу, что можно этим почитать. То есть, я, конечно, обращаю к средствам массовой информации. Ну, я думаю, что вместе, сейчас будет, особенно после конфликции, про смарт-сити заговорят так сильно очень. А может, какой-то есть, будет вот так. Я думаю, что это читает. Ну, это не естественно, что это не смарт-сити. Ну, я не стыжу. Я знаю, что есть конфликты в Ургольском интернерном университете. Будет читать Сергей Лепимов, посвященный смарт-сити. Это вот лаборатория урбанистики. Хорошо читает. Заборский у Георгии читает. Да? Ну, периодически. Ну, посмотрим. То есть, может быть, здесь опять-таки есть актопат, то есть, ну, разобщемся. Ну, вот то, что я знаю, там, в пользу игру есть. Еще на экономских социологиях, практической классовой смарт-сити. Ну, то есть, ну, конечно, игрой придется больше и больше. Сейчас, вот, я думаю, что в следующий год, или на английской стороне, будет обращаться в плане смарт-сити, потому что обращаются в плане темы, это заметно, что мы говорим, о том, что наш смарт-сити, а вот, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Становится такое популярное отношение. Это хорошо, наверное. Да. Есть еще такое мнение, что смарт-сити – тема, которая подключается под игрую, горящую проблему, которая обсуждается в обществе. То есть, бедность не смекли из права на решение смарт-сити. Террористическая атака на решение смарт-сити. Давайте установим побольше сенсор, чтобы распознавать все подачи, 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 без метод. Есть программа, которая устойчива под познаванием личности человека по видео. То есть, можно ли какую-нибудь подзыв поставить, предложить, что, если произойдут террористические атаки, мне, скорее всего, дают много больше внимания всеми смарт-сити. Ну, я бы так напрямую это не связывал. Нет. Я просто хотел обращать тезис – одна из последних громких побед в Британии в программу смарт-сити – это конкурс смарт-сити для разных городов. И этот конкурс выбрал город Глазм, который потратил все выбранные деньги на обстановку системы автоматического контроля оставленных суммах. То есть, ну, ничего больше не нужно. Не нужна поступность, не нужны там рамки, ничего другого, нужно контролировать потенциальные сумки с бондами. И мне кажется, что чем больше людей будет бояться, тем больше вероятность того, что по-тихому смарт-сити даже это не сделает. Ну, вот, с точки зрения социолога, мне кажется, что это как раз таки вот такая пропанация представления смарт-сити. Потому что, потому что смарт-сити предполагает не объявление максимальной количества технологий, он предполагает на работе. То есть, как я говорил, что как раз, когда пытались отделить от, там, ну, то есть, почему мы будем смарт-сити для диджитал-сити, то есть, тем, где более, как бы, будет понятна, то есть, ну да, мы являем больше технологий, значит, у нас находится дебютальный город. То есть, вообще, почему смарт-сити? Ну, они сделали как-то акцент на том, что мы работаем в определенных классах людей, то есть, в определенных классах. Я полностью согласен с вами, что вот эта проблема, она существует, и она существует с тем, что сам по себе концепт, он, ну, ну, он не настолько рабочий, как некоторые там, другие там, другие концепты, с которыми мы работали социологи, по-социологам, ну, сколько есть этих примеров, ну, 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 как там, неолиберализм, в котором мы работали, мы понятны, что он неолиберализм, то есть, мы можем помочь. То есть, мы с март-сити до конца, то есть, это невозможно. Поэтому мы каждый год, то есть, в глазах, то есть, в глазах, то есть, в глазах, то есть, в моногенах городов. И, поэтому, он, он, получается, что, он, действительно, это концерт, который, в первую очередь, на который, так сказать, смарт-сити, который нам нужен, а не каким-то окопанием, объявляем, что мы хотим понять, для чего нам нужен смарт-сити, построить именно такой смарт-сити, который нам нужен, а не каким-то окопанием, объявляем, объявляем. Ну, моя позиция, то есть, уже, что смарт-сити, концепт работы, ну, механизм запущен. То есть, и нам нужно сделать так, чтобы финансирование, которое пойдет, которое будет идти, брал для смарт-сити, мы точно будем брал для смарт-сити, потому что фонды и корпорации работают с этим концептом, чтобы оно шло именно разумно. Потому что, не всюду поставить камеру, чтобы еще эта, часть финансирования пошла на какие-то экологические, образовательные программы. То есть, очень мало почему председательные программы, которые по идее должны быть умный город, это еще и предполагает, ну, вот, я еще попутно занимаюсь экологией, но экологии нет, в плане того, чтобы, ну, еще и экологии, экология как образ жизни, то есть, для нас, умный город, он предлагает умного жизни. то есть, это не решить камеру не так. То есть, пометируем меры, это никак не счет, то есть, есть ли отцовы, что, вот, сити это зло, как она надлится, вводит билем, все это поставят камеру, будет все у нас контролироваться, и все это очень плохо. Я думаю, что не так, что это плохо, но это как социальные сети, то есть, ну, это есть, ну, давайте на сайте мне, вот, 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 спасибо за это, спасибо за это, да, конечно, ну, мне нужно сюда прислать, то есть, может, сейчас мы будем больше посередания и совести, да, да, спасибо большое. У вас раз, два два. Два два. Два два. Всем привет, меня зовут Олега Ардачевская, конкретно Коммуника. И мы представляем сообщество в команде данной эфирской, Сообщество существует, наверное, мы занимаемся открытыми данными, пропагандой этой идеей, мы помогаем проектам, которые хотят работать с открытыми данными, и сами создаем показатели. И у нас к вам два вопроса. Первый вопрос, кто из вас работает с данными здесь? Есть такие люди поднимутся руки? С чем? С данными. Их, да. Любыми листами? Хотя бы средними, маленькими, растающими. Может быть, вы могли бы в двух словах описать, что заключается в вашей работе? Собираем фокусы интересные. Интересы людей собираем. А как? Вы в интернете. Экологичные даты не писали. Какие фокусы? Я вам скажу. Анализ экологичных датинов для программы. Супер, мы вам еще посмотрим. У меня. У меня. Заяк. Заказ. И ты же. Можно ли будет кому-то объяснять, что такое открытые нам? Все данные, которые мы собираем, скорее закрытые, это инфициальные, это информация о посетителе сайтов наших клиентов и о том, заказывающих наши сайты. У нас был еще, мы это уже помним, но у нас был еще второй вопрос. Кто из вас, можно сказать, вас как горожан, что больше всего в Минске напрягает? Мне кажется, неудобно, что можно было бы ежедневно в вашем существовании в Минске улучшить. Это первое. Второе, как люди, которые в Минске станут, чего вам не хватает? У меня проблемы, Глеб. Первая очередь. Второе, негде припарковаться. А очередь где именно или в принципе? Везде. Он сегодня даже был на почте. Это по структуру почты. Так, я уже 25 рублей. Хорошо. У кого еще есть проблемы с использованием Минсков и данных Минсков? Что и влачу ЖКХ? Супер, это отличные примеры того, что государство в Беларуси функционирует как такой черный ящик. Когда что-то мне дает, я платил за транспортный налог, за постройку дорог, за постройку инфраструктуры, но черный ящик жужжит, а в ромбовых одеждах, нужно больше золота. И берет кризис в Китае. Непонятно, на что пошел транспортный налог или другие ресурсы, которые участвуют в функционерной лекарской системе, или может влиять на то, как эта система улучшается. То есть очереди – это продукт или того, что структура работает неэффективно, или того, что структура вообще не правна. Но оценить это все очень сложно. И мы стараемся этот черный ящик сделать немного более прозрачным. Ну да, соответственно, поэтому мы и в какой-то момент… Как вы? Я все подумала. Можно я пока врачом медиа еще скажу? Я сама из Брест, в Брест-области. У меня же моя дистрижа ТВ. Так вот, если в Номинском сайте найти информацию реальную, но региональную, вообще сложно. У нас сейчас есть надежда на полосы, которые уже вспомнили Леша, потому что они действительно там большие молодцы. Они, правда, занимаются освещением сейчас в первую очередь, но мы надеемся, что полосы даст какой-то хороший пример. Я еще в конце нашей презентации немножко расскажу о том, что я знаю о полосы. И самое приятное, что даже данные, которые уже есть у государства, например, даже прогноз погоды или транспортное расписание, то, о чем мы говорили, это все есть. Но дают только подписки. Только уполномочной организации заключили ее контракт и они как-то этими данными пользуются. Даже в какой-то момент расписание движения транспорта в Минске было открыто, и мы тут делали кучу всяких приложений, которыми было удобно пользоваться. А теперь ты можешь на сайте Инвестрация увидеть все эти данные, а там есть отдельный пункт в пользовательском соглашении, что ты не имеешь права на их основе создавать приложения, которые мы подсказывали, как ходят от корпуса. Так вот, я все-таки хочу сказать пару слов о том, что мы делали открытыми датами, чтобы мы владели одинаковым лексиконом. Главное, что определяет открытые данные как явления, это их общительная значимость. То есть это любая информация, которую может использовать общество себе на пользу. Проблема в том, что мы не всегда знаем, какие именно данные можно использовать общество себе на пользу. Тут возникает разные споры о том, что не нужно это открывать, потому что это никому неинтересно. Такой аргумент могут первые наши чиновники, например. И второй важный признак открытых данных – это машиночитаемость. То есть это такой формат, который позволяет обрабатывать их с помощью компьютерных программ. Что не является открытыми данными? Это ваши персональные данные. То есть в 2000-х ходили по интернету базы данных, номеров телефонов Google, МТС. Это не есть открытые данные. Это было нарушением принципов персональных данных. Коммерческая тайна, про которую вы уже говорили, она тоже не является, не может быть открытыми данными, потому что это коммерческая тайна и то, о чем зарабатывают деньги. Также не может быть открытой государственной тайной. И кроме того, открытые данные не могут быть ограничены какими-то политиками. То есть если мы говорим, что, например, мы открываем эти данные, но на них нельзя создавать коммерческие стартапы, то это мы уже говорим не об этом программе. Так вот, в какой-то момент мы тоже проводим фокатоны, и в какой-то момент у нас фокатонов, собрав очередные данные обработки машиночитаемых формат, нам пришла идея, что вообще-то во всех городах, во многих странах, во многих странах и городах, есть порталы Катериданных, на которых вот эти вот обработанные машиночитаемые дата-сеты собираются. И так появился белорусский портал Катериданных, который был создан на Кокотоне и поддерживает уже волонтерами лаборатории Катериданных и Кокотона, который собирает, насколько можно найти данные по разным сферам. И это в первую очередь функционирует как такой архив, потому что уже есть открытые, но в какой-то момент может исчезнуть. Например, данные по выборам, предыдущим централизмом, публикованам на сайте выбора 2012. Потом сайт немножко исчез. И этих данных уже больше нет. Они уже как бы не открыты. Ну, хорошо, если можно взять и сохранить, и потом проанализировать, кто был депутатом, кто был кандидатом на выбор в Беларуси. И, возможно, написать журналистский материал. Или если экологические организации и инициативы городской лесничьей собрали данные благодаря сотрудничеству с Институтом экспериментальной ботаники о самых редких и старых деревьях Минска, это тоже отличный материал можно было бы сделать. Этот ассет тоже был совершенно публичный. И они решили, что все такие данные стоит просто анклилировать, застегнуть на сайте, и потом уже хотя бы в том, для чего это можно исправить. Ну, собственно, это в один из сейчас главных принципов предыданных. То есть нужно делать как можно больше информации, открытой до умолчания, особенно если это государственная информация, которая уже заплачена налоги за ЕСБО. И тогда уже каким-то образом сочетая разные ассеты, люди, предприниматели, журналисты, общественные ассетисты, кто угодно, могут получить какую-то дополнительную пользу для общества или, например, развить свой бизнес на основе капитала. Так вот, мы в своей презентации решили сфокусировать на такой вещи, как источники заработка, какие-то данные как источники заработка или, как минимум, источники экономии для города. И мы хотим рассказать о примерах того, как в разных городах это происходит, экономия, и как-то наш белорусский опыт тоже поэкономизируется. Мы, к вашему вниманию, подобрали несколько источников экономии для бюджета Минска, которые основывались на капитанах. Это буквально несколько пунктов, над которыми можно работать. Ну, имеется в виду, что из жителей городов и государственных учреждений в Белоруссии, как и других стран, есть такие огромные дыры в связи с демографической ситуацией, в связи с экономическими проблемами. И в первую очередь, чем больше данных будет людей и у журналистов, и чем лучше мы сможем понимать ситуацию, тем больше решений и осмысленных дискуссий будет. То есть не будет решения, например, давайте копать метро, потому что это круто, а давайте, чем метро лучше или хуже, чем будет транспортное решение, и как это поможет умножающимся радио миссии и других городов. Это вот такой тезис, который помогает, как говорится, ресурсам денег. Как это происходит? Анализ и открытие данных, которые вам называют в Битрово. Мы попробуем начать с порталов открытых данных в городе Альбурчик в Канаде, такой экзотический город, который просто не наступает, но у них есть отличные порталов открытые данные, которые позволяют посмотреть на те основные штуки, с которыми горожане сталкиваются каждый день, и в доступные порты показать движущиеся на эти идеи, где-то хуже, где-то хуже, где-то хуже, и как-то лейтла жизнь как-то из горожан. То есть мы, как горожане, сталкиваемся с парковками, с отсутствием парковок, с безопасностью на улицах, с безопасностью движения, транспортом, вероятность к тому, что у нас кто-то окрапит это в автобусе или в метро, и вот все эти штуки можно было посвятить вот такой доступный формат, где есть какой-то название. Вот год назад расследовали, что у нас какой-то тракт, сейчас это пятая цель, и движется к этой цели. Кружки, которые вы видите на экране, это уровень достижения цели, и соответственно, цвет вам подсказывает, не знаю, сколько достигли его цели или нет. Да, то есть по многим из этих вещей, где-то проколосова, и мне решено, что мы хотели, например, в 2020 году или в 2025 году точно сейчас не помочь достичь цели в новом плане смертельных дорожных путешествий на улице Охова. Это комплексная программа, но это все сходится по принципу. Столько-то смертель, на сколько-то поездок на автомобиле. И можно на этом тежпорте посмотреть, насколько каждый год горожане продлижаются к этой цели. Также горожане проголосовали за в будущем использованы срочные электроэнергии, и есть показатели по количеству этих километров, которые в этом году есть. И тут собирается информация, то есть все эти статусы, что у нас собирается, пока еще неизвестно. Улучшается или улучшается ситуация. Количество загрязнений в газовом водопроводе, это тоже важная вероятность отражения. Основная категория – это транспорт, приборность для жизни, коробческая ситуация, хит города, экономика класса. То есть это огромный результат, на самом деле, но он сам работает в такую удобную и в понятную форму. Другие города действуют немножко по такому. Например, в Барселоне решили представить всем просто свои данные, и на них, то есть эти памятники уже видят испортные анализы, и сказали, что же происходит в городе, насколько легче или сложнее с каждым годом там жить. И можно посмотреть, можно увидеть, что из 355 дата-сетов, один из самых популярных – это дата-сеты по продажам, то есть реакторским, и у нас сегодня поток. В принципе, это похоже в другом, как в Минске, потому что новости по этим темам находятся спросом. И какие-то предложения, использование данных о Минске виновательных категориях, они уже существуют? Это одна из таких важных штук, которые все пользуются. И зачем показывали эти разработанные сайты? Просто для того, чтобы показать, что открытые данные, как такая мазара, как такой пазл, вы складываете их с разных маленьких элементов, и в результате нужно поправить и смыслить, на что идут ваши деньги, на чем город тратит, больше всего, на чем город мог бы лучше зарабатывать, что важно для нас, что важно для других горожан. И мы пытаемся представить отдельную пазлу в виде таких элементов, которые уже можно начать понимать. Например, анализ средних зарплат по месяцам, по областям. Это все публикуется в разных газетах, публикуется в Токстатах, в первую очередь. Но табличку, которую можно было взять и проанализировать в развитии целей, мы именно публикуем регионов для того, чтобы можно было в этот момент проверить ситуацию в различных периодах. То есть это документы, которые мы, конечно, сами собираем, потому что нигде, там, на сайте в Токстатах мы не найдем, потому что мы считаем в формате, такой эффект. если мы будем, например, создавать, как в Канаде такой кабинет горожан, рабочий стол горожане, то можно применить только те вещи, которые важны для мяча. в Амстердаме. Город отрасил огромные ресурсы на то, чтобы, во-первых, разобраться, какие данные у них есть и как их можно использовать. И, ну, в течение года исследовалось, какие данные уже есть, то есть по транспорту по тем же самым сделкам с недвижимостью и насчитаем 12 тысяч на город ТАН. Мне кажется, что в Минске нужно идти, если покупаться не меньше на город ТАН, но вся проблема в том, что они будут еще больше количества разных ведомств и типопаментов. Немножь в интернет каких форматах то есть, если мы говорим на транспорте, то мы пытались общаться с Министерством Туркальной социальной защиты и стало у нас просто прости транспорта. Деревья данная была на территории и в результате все это закончилось звонком комуты из автопарка, который нас поседина назвала Витя. Витя, скажи, как она у вас доступна. Ага, есть такой автопус, и он только как однажды не мог. Такие данные просто позволяют принимать решения людей, которые должны быть счастливы маршруты и автопус. На самом деле проблема в том, что руководство города часто не знает какие данные и не имеет общей картины того, что вообще происходит. Собственно, открытые данные дают возможность увидеть общую партию. Еще пример того, как государственное видовство в Беларуси пытается делать свои данные про открытыми. Это такой замечательный форсайт Министерства природных ресурсов про огромные окружающие следы, где они собираются по использованию и ресурсов и так далее. И я регулярно каждые 3 дня схожу на этот сайт и вижу, что сайт обычно отказывается работать, но я так не знаю, что же они хотели бы показать и эти данные уже не будут доступны, потому что сайт сегодня тренировки четыре года назад и так они собираются. И еще несколько негативных примеров. Тупли сталкивается как один из таких городов со средневековой застройкой, с огромным количеством транспортных проблем с инфраструктурой и с транспорта городской совет имел решение республикать свою самую компанию вверх, которые обращались, что предоставить рекомендации возможно даже не решение транспортных проблем и уже по-моему больше лет получаются только к данным прямым времени по городским автобусам, по сенсорам и по другим городским банкам. не я пытался просто делать отчет, который предоставил по рекомендации, что давайте вводить больше солнечных установок, тем более, университетов и профессоров, которые разбираются в том, что энергетики, там практически ничего не было. То есть решение сотрудничество частной компании это как-то такая паранация точно не работает. Почему мы приводим вам эти примеры негативные, потому что вещи, то есть когда мы критикуем, например, ситуацию в Минске или Беларуси, то это не какая-то исключительная ситуация. На самом деле с этим проблемом сталкиваются все города мира, и мы тут просто в общем этом потомке. И вот сейчас мы вот этот прекрасный пример этим привести, о котором уже век упомянул. датасет, собранный городским поселенщим, вместе с академией наук, который был обработан все-таки, привезен в машину читаем форматный миджер, публичный доступ. он лег в основу журналистского материала Турбай Вадима Швыкова, который сделал прекрасную фотографику, здесь мы не можем показать ее интерактивность, но вообще она интерактивная, вы можете выбирать только дубы, только липы, сортировать по высоте диаметром, и так далее. И это, с одной стороны, такой немножко фан, который помогает жителям как-то лучше узнать свой город, а с другой стороны, если вы узнаете, что у вас возле дома растет школьный дуб, на который вы уходите, точнее, узнаете, что этому дубу сто лет, возможно, вы как-то по-другому станете к нему относиться? У меня тоже вопрос, потому что вот легкий дубов больше, чем в поле? Нет, это все равно возраст мне интересно. Старый дубов больше всего. То есть получается, что он не должен селезть именно с какого-то возраста? Да, это самый старый и самый легкий директор. То есть возраст просто указан здесь на полярном числе да? Да. Да, да, по-моему, это 300 или 350 самых старых динами неизвестных институтов и там ботаники. И смотрите, то есть если город и государственная машина какая-то черный ящик, вот это один способ посмотреть на то, что происходит в этом городе, и осмыслить, его нужно повлиять. Если вы видите, что приехали рабочие без объемов, то возможно все равно попробуйте проезжать на то, чтобы лишние неприятности были на случай. Это еще один чудесный проект, который везет нашей экологи, и он как раз наверное про то, как может совмещаться и участие горожан, разных жителей, и активистов, специалистов, проект призван мониторить состояние колодцев, уровень их загрязнения и также свалки в росле водоемов. Все эти точки на карте нанесены людьми, которые сами заметили нарушения и прислали его сообщение о ремной офицаре. То есть это все собрано людьми, которые живут в какой-то деревне, у них из колодец, или померили специальным маркером с водоемом, либо увидели, что где-то там лесу, или водоем. Это не все объемные информации по всей Беларуси. Это собирается на конкретных населенных пунктов, не городских, поэтому карта не рекомендует от тебя. не не если вы хотите рискнуть и провести отдых с ребенком, то насколько концентрация нет безопасно безопасно не опасно. То есть условия, когда государственная информация то можно пользоваться с инициативами краудсорсера и с помощью активистов пытаться собрать более-менее объективную картину. она не объективная но можно показать, что это хотя бы реализуем. и еще способ осмыслят что происходит в этом черном мячике это смотреть на бюджеты. мы знаем, что по роду все подвигаются бюджеты по основным направлениям деятельности городских и областных властей и это такие статьи расскажу как женщина науки национальная экономика очень общая политика и если посмотреть на этот отлич то я лично мало что понял есть интересные законодательности которые можно залезать только если посмотреть на количество исправлений почему например в следующем слайде скромность ну так или иначе в течение года в области на 12% решили то есть приняли 8 поправок к бюджету который был принят год назад в 12% меньше потратить на вопрос почему ответ в вашей статистике вы не имеете почему-то люди когда голосуют из бюджетов не считают можно объяснить почему принимается такой бюджет а потом через 3 вы принимается поправка и отменяется из этого 20% или 12% это касается каждого из вас в данном области но объяснение найти очень сложно как это можно было исправить и начинать следить за тем что смотрит на количество поправок бюджетов и смотреть как чиновники это объясняли перед их интервью следующий пример из Нью-Йорка там аналогичный проект и дело зависти у наших жаллистов произошла историческая речь и наконец в прошлом году в первую историю весь бюджет для машинечной информации не в виде картинок а в виде Excel вайлов это можно построить это только в прошлом году насколько у нас плохо но это вообще не так к сожалению это тоже будет с этим годом но как только люди хотели возможность сортировать расходы на полицию по химу показалось что главной статьей расходов Нью-Йоркской полиции является охрана депрессорительства иностранных государств и только вы понимаете что недавно было охрана государств вы думаете что кто-то не так просто так и не публиковали бюджет раньше этот бюджет был принят городской совет проблема не в том что весь год неправильно функционируют то есть на самом деле посольство не идет это просто но если вы понимаете что демократический процесс не функционирует если вы не получаете таланты о том то никто не может с этим работать никто не может с этим работать и другой пример более близким людям и автомобилистам в Нью-Йорке поджимали статистику по штрафам полиции дорожной полиции оказывается что есть места где поставить штрафы за парковку полиции возле вот таких вот полиции опущенные подзоры эти опущенные подзоры делаются на выезде из двора или в дом с детским колясками но они не означают что там есть то есть главное то то там полиция полиция должна штрафовать причем есть места где за год собирались штрафы на 48000 долларов и после запроса полиции оказалось что это полностью не легальный штраф потому что по закону нужно штрафовать если после такого понижения есть но уже вы представьте сколько информации не получаете вы о вещах которые делает наше государство которые можно было проанализировать и порадоваться или добавить возвращаемся к нашим бюджетам еще у нас к области год год назад принят бюджет 1 а в течение 3-4 месяцев приняты поправки и 10% за параллес можно удалить то есть можно смотреть на транспортные потоки можно смотреть на парковки Можно смотреть на данные перспективистов, можно смотреть на количество детей, которые живут в каких-то моментах, и необходимость им иметь доступ к зеленым дворам, или дворам, где на них появляется сучание, а автомобилист со скоростью 60 км в час. И одним из подходов является подход предоставить больше места людям на автомобиле. В Асваке сейчас проводится эксперимент, называемый супер-клафон, где пытаются объединить такие 400-метровые клафоны, где все выкинули, которые будут только пешеходами, а внешние, великие, извините, не пешеходами, а первичные для пешеходов, а скорости для автомобиля будут ограничены 10 км в час. То есть 400 км в такой неплохой квартал, например, как по улицам, в доме, пусть даже не лучше. То есть все эти бомбы в своей окрестности будут увеличены 10 км в час. К чему это нужно привести? К тому, что люди будут знакомиться, ходить по дворы, сидеть на лавочках, не будут казаться, что машина наедет на детскую площадку и так далее. И другие города смотрят на этот эксперимент и пытаются собрать как можно больше данных и посмотреть, как это влияет на кристический потенциал для стоимости квартиры этих колонок, где проходят эксперименты. Все примеры, которые я пытаюсь вам приводить, они сводятся к простой мысли, то, что данные позволяют более умно говорить о городах, потому что позволяют нам видеть общую картинку. Это еще один пример о воздухе США, ежедневная статистика, которая также выделена в церкви, и можно зайти и за один взгляд понять, где хуже, где лучше. В Долгороде только не так. Мы сейчас пытаемся как-то собрать все эти данные и сортировать тоже в машиночитаемых формат, но этот процесс еще в стадии сбора. Ну, вообще, можно конечно подписаться на ССОП на 2 и читать каждую неделю на сводку, что в жопе, мне лучше все хорошо, но они как-то говорят, ну, не очень хорошо. У них не на цеплоне, как они на свинец, привычка, привычка, параметра. Но это, на самом деле, систематически ничего нам не будет. И вот этот вид явно удобнее. Ну, в США тоже, на самом деле, проект проблем с этим, но они немножко... Ну, можно уже не сделать, потому что нужно посмотреть на эмоциональном уровне, конечно. Вот, и вот это еще один прекрасный проект, который тоже про общее понимание. «Присунсиди» — это просто проект вы из компании, которая занимается работой с датами, но он такой волонтерский просто, чтобы увидеть, как живет в Ахэто. Вот эти вот цифры, которые скачивают вам, это каждый час в сумках, и мы можем увидеть освещение и трафик. Когда люди уходят на работу, спальные районы краснут, когда они приходят домой, то спальные районы загораются. И тут вот я как раз хотела вспомнить полоск, потому что сейчас они в рамках вот этой программы... Как ты это сказал? Да-да-да, там большой проект, который реализовывается с 2015 по 2018 год, и они хотят настроить умное освещение города, и втягивают не только... То есть этим занимаются в итоге городские чиновники, этим занимаются студенты, горожане, которые помогают реализовывать проекты студентов. И умное освещение – это значит, что мы можем, например, понимать, в каком районе нам нужно больше лампочек, там фонарей, в каком меньше, в какое время суток нам нужно больше энергии, в каком из района. И в итоге мы можем экономить городские средства, которые мы сейчас тратим просто как есть, и за счет этой экономии зарабатывать и распределять их в какие-то другие, например, образования. И наша, одним словом, основная мысль была в том, что открытые данные, они помогают рационально использовать ресурс, помогают находить проблемы, потому что не всегда, например, какие-то вещи делать неправильно, вроде потому что это злой вирус. Часто просто потому, что этого не видно, как раз с теми самыми парковками, шляпами за неправильные парковки, скорее всего, это не будет вирус. Скорее всего, просто это будет какое-то непонимание ситуации. И почему нам так интересно, чтобы аквадекиантов в Минске было бы счастливы у нас больше, потому что это помогает нам жить умнее. Ну, я, как горожанин, не хотел бы, чтобы кроме государственного журналаича появился еще такой синенький коммерческий журналаичик от ВПР, который бы тоже изжал, показывал бы, что у нас все хорошо, но без возможности посмотреть. Президент шоу. Да. Такой классовый парад, например. И мне кажется, что, нам кажется, что люди имеют право получать доступ именно к такому циверплату городских данных, чтобы можно было задавать вопросы тем депутатам, которых мы избираем, тем журналистам, которым мы доверяем, чтобы они задавали правильные вопросы, и чтобы это зависело от нас. И открытые данные, как любой город, они работают очень хорошо, когда есть две силы горожанин, бизнес и государство, которые умеют реализм между собой, умеют уменивать информацию и что-то изменять. Вопрос. Насколько сейчас вообще в Беларуси, в частности, в Ленинске, это актуально открытые данные, то есть я понимаю, что есть люди, которые умеют это анализировать, что-то с этим делать, но, допустим, появляется какая-то аномалия или какие-то возникают вопросы, насколько потом можно продвигать дальше этот вопрос? Например, я выявила, что там в бюджетах это является неразумным, и есть ли какие-то пути в дальнейшем развития этого вопроса, то есть где же журналистам надо, или как это продвигается вообще? Ну это конкретные очень темы, то есть в первую очередь функции, которые должны осуществлять даже журналисты, во-первых, какие-то группы активистов, которым они не все равно, то есть банк, который объясняет вопросов в доступности детских садиков, и иметь возможность подать какой-то запрос и получить ответ. Один человек должен подать запрос и получить ответ в государственных органах. Есть такая процедура. Есть сайт для грешенс. И есть база всех контактов, адресов чиновников, которые помощные обчеркнутки. А, точно. И они, по идее, даже ответят. И на сайте Водноконтроль, например, когда фиксируется загрязнение, то есть кто-то выкинул мусор, потому что клички, которые протекают возле вашего участка, и вам только мусоровано. То есть мало того, что отмечается на карте, так еще и заполняются автоматические формы по постоянному шаблону, который отходит вместо инспекции по природным ресурсам, и они принимают меры. То есть в лучшем случае я объясню, как все уберем. А может еще и проконтролируемые бюджеты только сделаем. Но это разводные вещи. То есть патришенс и... Зворот. Зворот, да. И журдалисты есть просто люди, которые занимаются конкретными темами. Тут можно искать по бюджетам. Виктор Большевский занимается интересным вещам. И Алексей Меденский. Ну, на самом деле, да, очень сильно зависит от проблемы, которую вы нашли, например. И очень сильно зависит от того, насколько вы, конкретно, хотите решить эту проблему. Потому что, ну, часто все возможно, если попадется кто-то достаточно мертвый, чтобы этим заниматься. Интересный пример из Грома. Три года назад велосипедисты создали свою карту, где встретили все точки, где они хотели бы, чтобы были покупки для велосипедов. Ну, в тот момент их вообще не было практически. И люди ставили точки на карте, голосовали. Там были некоторые, они были в Транжинстане, порядка, 50-60 голосов. Что, в принципе, для Грома репрезентативно. И потом мы все это распечатали. Эти все адреса и количество голосов вынесли в Госполком. Там их проигнорировали. Но через годик только кто-то уже стоящий сказал, что нужно развивать велотуризм и велотвижение. Они воспользовались именно так этим списком. Вы не представляете. То есть, реально, парковки стали появляться не на тех местах, которые были отмечены. Причем, путь-таки был русским способом. Звонили из Госполкома, вместо вот там, в магазине Волком. И говорили, у вас тут хотят велопарковки. Ставьте. И делалось. Марк. Можешь сказать про такую вещь с системой межведовственного ругмента оборота, которая сейчас создает в МЦО и в МЦО? Это не то, что… В МЦО и в МЦО. Это не то, что… Ну, это не все понятный монстр, с которым я сейчас пытаюсь отобраться. Потому что я знаю, что из заказ МЦО, как раз по пути данные, которые есть в ведомствах, которые переводились через данные в форум, чтобы они вводились, и потом это между ведомствами осуществлялось как раз взаимодействие. Но все-таки межведовственные документы оборота – это не совсем открытые данные. Это могут быть много не документами. Ну, вообще не предполагают какие-то данные. Ну, в теории. Это… Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько нам предполагают, что мы не платим обменными данными. Мало ли это негативы на обменные данные? В идеальном случае это может быть хорошим первым шагом для предоставления открытых данных. Потому что если у государства все распечатывают, и в машине написано как-то в память лежит, то они не предоставят данную машиночитаемую информацию вдруг. Если чиновники, наоборот, начнут использовать систему документного оборота, то есть шанс, что что-то их смотивирует и делится этим данным. Я участвовал в очень-очень рамких шагах на подготовке документации к этой системе в 2007-2008 году. И, наверное, с тех пор я очень сильно поднялась. Но… То есть обычно это по простой схеме. Делается документация частной компании, потом частная компания пятой ледика занимается осуществлением этого проекта, и в итоге потом это много лет доберется. То есть мне кажется, что нужно начать собрать эту информацию о требованиях этой системы, на каком-то этапе сейчас происходит, и кто ответственен за разработку. Ну, то есть мы этой темой… И мы это заместим этим. Я пока не владею информацией. Мы не занимались этой темой просто, потому что у нас сейчас другая… Другой же вопрос. Государство объявило, что оно будет делать свой портал, как тогда. Так вот, да. И сейчас они находятся на этапе разработки техзадания, но таком… Не конкретного техзадания, когда вот на этой странице у нас будет это, а просто какой-то общей политикой. В общем, они вот… Общее техзадание о эффективности, наверное, и чем-то таком, разрабатывается в 2016-й год. На картамах у них… Мне интересно, чтобы понять. То есть они тоже предполагают, что каждый человек будет сообщать какие-то данные, и они потом будут попадать на картах? Нет. Вообще государство – это самый главный поставщик открытых данных. Потому что считается, что данные, которые владеет государство, они собраны на аналогии общества, и, соответственно, должны быть открыты по умолчанию. Но тут есть много проблем, начиная с того, что просто нету технически подготовленных людей, которые могли бы это готовить, и есть… Ну… Непонимание того, зачем нужно открывать данные, какие данные нужно открывать, и… Есть программа хоза расчета. То есть если институт исследовательский имеет какие-то данные, он бы хотел на них зарабатывать, чтобы… То есть как вот произошло с инстрансом, как происходит с прогнозом по году, то есть это данные, которые не есть открытыми, или есть фантастические истории, ну вот из практики Вадима Швыгова, который занимается в ГАИ, любимая просто история, он несколько лет уже делает инфографику о том, какими машинами пользуются два русских. Эта информация продается в виде такого… ой… в виде буклета, который… ну, в принципе, можно купить любой. При этом, когда он пишет в ГАИ запрос о том, что вы ему дали, эти данные в электрослете, они ему не дают буклету. Это просто список регистрации, то есть какие марки, какого года выпуска, или там что-то… В итоге, каждые полгода, когда выходит этот годник, он идет в свою печать, покупает, сканирует, делает инфографику, и узнает, люди говорят, спасибо, вы сделали нам плавный год по продаже, но ГАИ все равно упорно не публикует эти данные только в машинстальном формате. ну… или, например, мы достаточно там… ну, может даже больше, делали карту пожаров в Минске, потому что ваш МЧС в прекрасном формате выкладывал данные о пожарах за каждые сутки, с местопрождениями, с причиной пожаров, ну, просто абсолютно прекрасные данные, которые мы собирали, мы собирали, и можно было на карте Минского увидеть, ну, где у нас хуже ситуация, где лучше, а потом в какой-то момент они стали делать, давайте, цитарно акклинировать, просто настроить, и мы писали, что сегодня в Минске пришлось столько-то поляров, столько-то там того-то, столько-то того-то, ну, и… и все. И больше не было можно сделать карту поляров, потому что мы не знаем мест и не знаем подробностей. Зато есть каменная сводка, тоже очень интересная. очень интересная информация, но есть огромные документы, из которых можно взять адреса, количество преступлений, типов преступлений, смотреть по населенным кругам, сколько типов преступлений происходит. А можно ли есть химический вопрос, какими средствами вы пользуетесь с сайтом? Ну, на самом деле, есть блог, много вещей там, ну, даже в том же Excel можно делать в реализации, очень популярная вещь, табло паблик. Вот это… это я не знаю, как сильно чёткий роман. Или Google Charts, или… Да. Ну, то есть, на самом деле, очень много. есть… вот сейчас вылетела… эстонский стартап… Инфрограмм, вот так. им тоже можно очень легко вызывать и делать. Ну, на самом деле, много как платных, так и бесплатных продуктов, есть… ну, вот табло самое популярное, наверное, из всего, что есть. Ну, мы в первую очередь собираем данные, а во вторую очередь от журналистов уже сами выбирают как это визуализироваться. Ну, часто на табло или на Google Charts. Ну, то есть, у нас табло среди журналистов, наверное, сам популярный инструмент, просто потому, что он и пользуется в одежде, что он главный визуализатор на сроке. Ну, и, там, три набора курса инфрограмм, и мы помогали ему проводить и, собственно, научили пользоваться. Ну, есть отдельные даже языки программирования, которые помогают в том числе и визуализировать, то есть, там, в том же Пайтоне, на R можно как собирать, очищать, анализировать, так и визуализировать данные. Есть программы, которыми пользуются архитекторы, и они тоже позволяют там строить 3D всякие штуки интересные. Ну, то есть, тут. Ну, просто интересно покликать с динамиками. Крабежей стало меньше, а взято через пол растет. у нас 90-х лет, вторым слышно. Ну, такой вот пазл. Еще вопрос. Ну, я не думаю, что, кроме, то есть, Ну, например, как балл, который вы представляете, что это, это не важно, интересно, ну, как это, не назвать его, я понимаю, это связан с колодией. То есть, надо работать в зеленой сети, есть еще какие-нибудь организации, потом, ну, Укологи, наверное, самые крутые руки. Кроме всех этих активистов, есть еще, конечно, обоих тушек патьков шины и их все любители проездить по полотенкам, которые снимают фотографии редких фитов птиц. И, ну, отлично, дата-сеты можно пройти на Близьеме делать. Есть еще наши знакомые, которые, к сожалению, перестали заниматься этим проектом. На днях это как-то доступности метро. Товарищи, объехали все метрополитены СЛГ и только... Маши, да. Да. И проверили, сколько ступенек в каждом двойном входе, выходя из метро. И если у вас, например, полная нога, или если у вас Елена Горяцкая, или если вы с ребенком, насколько сложно вам будет с культа А или Б доехать? Такая просто... Можно проложить маршрут. Да. Очень важная информация, но в восторствии тоже нет. Пришлось волонтерски вот партизанский залазить. Потому что мы пытались, когда они приезжали в Минск измерять, мы пытались написать метрополитен, сказать, вот тут такая классная штука, давайте... Ну, получить официальное разрешение на это, но в итоге пришлось партизанить. Потому что метрополитен снова нет. Ну, в итоге пришлось партизанить, где можно тыкнуть, например, в станцию метро Малиновка и в станцию метро Малиновка и посмотреть, какая самая узкая дверь на входе, если... Или там в турнике, или еще что-то. Какой угол наклона полосов, сможете либо пробираться, либо придется все-таки в Телекомбале или на входе осмотреть, чтобы деда Милиционер подошел и помог все-таки. То есть, ну, это единственный случай, на самом деле. Какие качественные фотосеты получить, это огромная работа. Если больше нет вопросов, то следующая лаборатория капитанных будет 29 октября, подкрасная цепь в 12.00. Буду спасаться денег или еще что-то спасаться. Спасибо. 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 Продолжение следует...